Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы с вами поговорим про луч и как можно луч обозначить. Давайте вспомним с вами, что такое луч. Луч – это часть прямой, ограниченной с одной стороны. У луча есть начало, но нет конца. Луч можно продолжать до бесконечности. Давайте послушаем информацию. На рисунке изображены два луча. Первый и второй. Чтобы понять, о каком луче идет речь, в математике принято каждому лучу давать название. Для этого на луче выбирают две точки и обозначают их буквами. Первая точка – начало луча, а вторая – любая другая точка на луче. Назовем лучи на рисунке. Обозначим начало первого луча буквой А. Отметим на этом луче точку и обозначим ее буквой М. Получили луч АМ. Запомни. Первая буква в названии луча – это его начало. Обозначим второй луч буквами О и Б. Получили луч ОБ. Итак, вы услышали, что для того, чтобы обозначить луч, нужно дать ему имя, то есть заглавными буквами обозначить, как он будет у нас называться. Обратите внимание, что вторую точку на луче можно не ставить. Можно просто написать букву М. Будет луч АМ или ОБ. Давайте выполним несколько упражнений по этой теме. Решим задачу. Катя отметила в тетради две точки – А и Б. Из точки А она провела 12 лучей, а из точки Б на 5 лучей меньше. Сколько всего лучей провела Катя? Мы знаем, что Катя начертила два множества лучей. Из точки А она провела 12 лучей, а из точки Б на 5 лучей меньше. Надо узнать, сколько лучей в двух множествах. Мы не можем сразу ответить на вопрос задачи, так как не знаем, сколько лучей провела Катя из точки Б. Чтобы узнать это, нужно из 12 лучей вычесть 5. Получим 7 лучей. Теперь можно узнать, сколько всего лучей провела Катя. Сложим число лучей, проведенных из точки А, с числом лучей, проведенных из точки Б. Получим 19 лучей. Запишем ответ. Всего Катя провела 19 лучей. Задача решена. Мы прослушали с вами решение задачи. Скажите, эта задача простая или составная? Правильно, эта задача составная. Для ответа на ее вопрос нужно выполнить два действия. Сейчас мы выполним с вами следующее задание. Посмотрите внимательно на все фигуры. Подумайте и скажите, какие из этих фигур являются лучами. Фигура А, Г. Это луч с началом в точке А. Верно. Смотрим на следующий. Луч Е, Л или Е, Б. Это тоже луч. КТ. Почему это не луч? Потому что это часть прямой, ограниченной с двух сторон. Это отрезок. А прямая НФ это геометрическая фигура без начала и конца. Выполним следующее задание. Послушайте. Сколько лучей имеет начало в точке Н? Посмотрите внимательно на картинке. Сколько лучей имеет начало в точке Н? Нисколько. Ноль. Работаем дальше. На каком рисунке изображен луч ВС? Нужно посмотреть на все геометрические фигуры и найти луч, который начинается из точки В и на нем стоит точка С. Это вот эта фигура. Все правильно. Работаем дальше. На каких рисунках изображен луч с началом в точке М? Посмотрите внимательно на картинке. Находим луч с началом в точке М. Это вот этот желтый чемоданчик и коричневый. Работаем дальше. Смотрим на геометрические фигуры. Помните, что луч начинается и эта буква будет являться началом. Например, луч АЕ. Это вот этот луч. Луч ПН начинается в точке П и на нем находится точка Н. Луч ЕА и луч АП. Мы молодцы. Луч начинается с точки и эта точка является его началом. Работаем дальше. Соедини линии каждую пару лучей с одинаковым названием. Нам нужно найти лучи с одинаковым названием. Смотрим на первый луч. Этот луч называется РС. И находим на противоположной стороне такой же луч РС. Соединяем его веревочкой. Далее АП. Соединяем с лучом АП. Луч АО. Соединяем с лучом АО. Молодцы. А теперь выполним проверочную работу. Реши задачу и выбери верный ответ. Марина отметила в тетради две точки. М и К. Из точки М она провела 8 лучей. А из точки К на 3 луча меньше. Сколько всего лучей провела Марина? Итак, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно выполнить решение этой задачи. Запишите посередине слова. Задача. Буква сочетания Ч пишется с буквой А. И запишем краткую запись этой задачи. Марина отметила в тетради две точки. Первая точка М. Вторая точка К. М – главное слово. И второе главное слово К. Из точки М она провела 8 лучей тире 8 лучей. А из точки К неизвестно, но сказано, что на 3 луча меньше, чем из точки М. И нам нужно узнать, сколько всего лучей провела Марина. Можно написать слово «всего», а можно поставить объединяющую скобку. Скажите, задача простая или составная? Верно. Задача составная. Для ответа на ее вопрос нужно выполнить два действия. Решите эту задачу, а потом проверим. Проверяем. Сначала мы узнаем, сколько Марина провела лучей из точки К. Нам сказано, что она провела на 3 луча меньше. От 8 мы отнимем 3. Получится 5. 5 лучей из точки К. Из точки М Марина провела 8. Из точки К 5. Нам надо узнать, сколько всего. Для того, чтобы узнать, сколько всего, нам нужно числа сложить. К 8 прибавим 5. Получится 13. Проверяем. Молодец! Все правильно. Перейдем к следующему заданию. Кузнечик прыгает по числовому лучу от его начала. В каждом его прыжке 4 единичных отрезка. Выбери точки, в которых может оказаться кузнечик. Готовимся к изучению примеров на умножение. Кузнечик прыгает по числовому лучу от его начала, то есть от точки 0. В каждом его прыжке 4 единичных отрезка. В каких точках может оказаться кузнечик? 4 плюс 4, 8. В этой точке может оказаться. И 8 плюс 4, 12. Проверяем. Молодец! Все правильно. Продолжим выполнение заданий. Сравни и выбери подходящий знак. Выполнить это задание в тетрадке. Спешите выражение, поставьте знаки больше, меньше или равно. А потом проверим. Проверяем. 12 см нужно сравнить с 12 дециметрами. 12 см будет меньше. 10 см и 3 дециметра. 3 дециметра – это 30 см. 10 см будет меньше 3 дециметров. 20 см нужно сравнить с 1 дециметром 8 см. 20 см будет больше. 1 дециметр 9 см нужно сравнить с 17 см. 1 дециметр 9 см – это 19 см. 19 больше, чем 17 см. 1 дециметр 4 см – это 14 см. Нам нужно сравнить с 15 см. 14 меньше, чем 15 см. Проверяем. Молодец! Все правильно. Продолжим выполнение заданий. «Сколько раз надо взять по 4, чтобы получить 20?» Готовимся к изучению примеров на умножение. Сколько раз по 4 надо взять, чтобы получилось 20? Подумайте. Чтобы получилось 20, по 4 нужно взять 5 раз. Кто подумал так же, напишите мне в комментариях. Проверяем. Молодец! Все правильно. Все задания выполнены. Посмотрим результат. Молодец! Все правильно. Ты отлично справился с заданиями. Молодцы! А с вами вместо репетитора была Алина Викторовна. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И это ваша благодарность за мою работу. Всего вам самого доброго!